ну вот мы приехали посмотрим какая там комната тебе понравится наверно ты будешь рада поселиться тут повесили ей браслет на ногу чтобы она никуда не убежала сразу будет включаться сирена если она пересечет линию в госпитале таким образом они защищают от того чтобы кто-нибудь утащил нашу красавицу вот ура тетя вика пришла нас навещать такая спор встречая тетя вику говорит привет эти вика вот я тут она вообще такой спокойно вот первый раз плачет ну вот первое посещение доктора доктор слушает сердечко вот мы все собрались ехать подарками к маме и кляле смотреть по боли собрала все вкусно вот с цветами с подарками мы все идем нашей мамочки а также навещать нашу маленькую сестренку девичку вот в этом мемориал ферман сама нарисовала что-то нарисовала сердечко большое сердечко сердечко которое сильно-сильно любит нашу маму нашу бабику и на и там насти нажимай на второй этаж мы едем на второй этаж прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-сэм идем прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-сэм идем прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-сэм-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-пр И направо. Иди прямо, прямо, прямо. Это медсестра. Сейчас вот. Ой, слышали? Сейчас она проверит. Если все хорошо, мы будем с вами заходить. Окей. Открывай широко дверь. Смотрите, какие подарки. Давай, давай. Смотрите. Давай цветы. Ой. Поменять памперсы. Давайте будем менять памперсы все. Да? Закрой. Настенька, закрой дверь, пожалуйста. Все, делайте как соуп, как мыло. Настюш, вот сюда. Давай подержи пока. Вот так надо нажимать. Ставь ручку. А, и все, да. И все. Дайте памперс поменять. Давайте поменяем памперс. Мама, а какие ядоводы? Ой, какие яркие. Осторожно пальчиками. Да, ногтями очень аккуратно. Чтобы не пора. Дай бабуля поглазиться. Ну как вам такое чудо? Как вам такое чудо? Как вам такое чудо? Прелесть. Ух ты, мой любимый. Сосет, хорошо. Глаз открывает. Видишь, как на тебя смотрят. Голубые глазки. Ажа, они такие светлые. Осторожно. Пальчиком, лицо не трогайте. Пальчиком пока нельзя показывать. Потому что она, видите, крутится головой. Типосики дождались. Да. Так сложно было. Ты такая хорошая сестренка. Ага, хорошо. Занимаюсь с мамой. Ну, она вначале. Ну что, родила? Нет, еще не родила. Потом сам мне так и показывать. Родилась цепанинка. Делаю миленькое. Бабуль, дай покажи. И потом делаю армию. И... У меня не упалкает мой палец. Она схватила тебя за палец. Она говорит, Настя, давай дружить. Давай с тобой дружить. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. 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 А вот угощает наша маленькая сестренка всех вкусным мороженым. Хе-хе-хе. Ну что, семья. Сейчас наступил самый важный момент. Мы скажем вам, как зовут нашу маленькую девочку. Вы знаете, что для нас имя это намного больше, чем просто название. В каждое имя мы вкладываем значение, желание будущего для этого ребенка. Это имя означает «почитающая Бога». «Почитающая Бога». Вот ее имя означает «почитающая Бога». Если дословно переводить это имя, то имя называется «Бог мое совершенство», «Бог моя клятва». Это имя есть в русском языке, есть в еврейском, есть в английском. Это имя похоже на ваши имена, потому что это имя означает «царское имя». Именно у королев, у цариц такое было имя. Мы все называли «Самуил царская», «Виктория», «Анастасия». И мы хотим, чтобы наша девочка была «почитающая Бога». В Библии тоже такое имя встречается, два раза. Всего два раза. И это имя, оно означает, оно было... Мама, что ты можешь дослушать? Можно помолчать, дослушать до конца? Спасибо. И есть два человека, которые получили это имя. Одна из этих женщин была жена священника, священника Аарона. А вторая, это была мама Иоанна Крестителя. И этих женщин звали Елизавета. 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 И поэтому мы назвали нашу девочку Елизавета или Элизабет на английском. Или коротко мы будем называть её Эля. 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 Элечка. Как Эля. Эля. Полное. Элли. Эли. Элизавета. Полное имя. Вот такое вот имя мы придумали. Я буду всегда ее называть Эля. Мы не будем называть ее Лиза. Мы не будем называть ее Элла. Мы не будем называть ее... Мы будем называть ее Эли. Эля. Елизавета на русском. Элизавета. Вот такое вот чудесное имя. Поздравляем тебя, человек. Поздравляем тебя. Говорились, Настюша? Поняли? Даже если кто-то на тебя спрашивает. Настя, тебя спросит, к примеру, Рома. Как зовут твою сестренку? Что ты скажешь? Скажи, папа скажет в субботу. Папа сам скажет. Папа сам скажет. Сэм, ну что, ты узнал уже, как зовут сестру? Да, ну папа скажет. Вот так вот. Все держим сюрпризы. И не делайте так, как папа будет объяснять. И на полуслова вы скажете. А, ее звук. Елизавета. Если мы держим этот, то держите до конца. Хорошо? Да. А почему она кушает? И что-то неудобно. Ой, 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 ловит чего-то, хочет. Что-то проголодалась. А что она кушает? Ну вот, через полчаса будет 24 первых часа жизни нашей красавицы. Сейчас они у нас тут завтракают, кушают, довольны. Не хочет? Не голодный? Спит всю ночь. То плакали, то ели, то ходили, то пытались спать, то опять плакали. Тут мамочка заказала себе завтрак. В завтраке были такой омлет со всякими овощами вкусными, свеже нарезанные фрукты и любимый банан. Ты наелась? Угу. Вкусно? Угу. Так она. Ха-ха-ха. Ты что, тут спишь? Ты что, храпишь паровозик маленький? Ну что? Что случилось тут у вас? Написано. Ой, пятюрки написали. Классно. Ну вот вам, туда чистый памперс. А этот в подарок забираю себе. Согласны? Ну что, вот новое посещение пришло. Сейчас будет делать тест на слух. Как наша дядечка слушает. Я работаю в компании «Педиатрикс Медик». То этот ребенок имеет больше шансов научиться говорить, чем тот, у которого потеря слуха была обнаружена позднее. Только что мы услышали, что тест завершен. Вот у нас слух нашей девочки. И слух замечательный. Она чувствует себя прекрасно. Что она там делает? Что? Бег. 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 Ну ты сделай, наверное, бег. Сделал же. Сделала? Угу. Молодец. Взрослый ребеночек. Лучше, наверное, чтобы сесть на мимо, да? Угу. А кто это? Идем еще там. Белая. А? На глазках. На лечечке. Спешите. У меня такой. У меня. У меня. Потом я. У меня. У меня. У меня. У меня. У меня. Большой брат. Ну, что? Большой брат. Как себя чувствуешь? У меня. Ага. Держать бебечку. Хорошо. Тебе, как мужчине, самому главному доверили. Хочешь, на коленочки положить? Давай. Ну, одну очку вот эту вот эту вот. Сверху. Иди держи. Дай. Ну, подься. Подожди туда учить. У нас ноготь ноготь. Все в порядке Старшая сестра берет малышку Ой, как она хорошо ее держит Какая она довольная Классная Куда полезла? Ой, ты такая взрослая Сестра, старшая сестра стала в первый раз Сестра, старшая сестра Сестра, старшая сестра Ну, всем повезло Всем повезло, поддержайте принцессу Музыка Игрушечку Тигр Когда проснешься, сможешь с ними поиграться. Когда воздух вводит, вообще, настолько спокойно. Там написано и большая сестра, и маленькая сестра. Биг сестра, и маленькая сестра. И так, вот новые посетители прибыли. И так, новые гости приехали посещать наших. Привет. Там холодно? Нет, нормально. Федя, Катя, Сэм, готовы? Да. Ну, давайте, выходите. Ой, Светочки перевезли цветы. Подарок от кого-то. Кто там тебе подарил цветы? Не знаю. Вот еще и записочку. Это знаешь? Прочитай. Нет? Не знаю. Какой букет красивый. Девочка, что скажешь? Ты мне нравишься. Это не мое. А? Не тебе? Это не мое. Ошибочка. Это что-то ошибочка. Все, Тати. Ошибочка. Ну что, ты готова ехать домой? Ага. Ну, если вчера был такой скромный ужин, то сегодня праздник. Изобильный обед. Притягивали столько всего на обед. Ну все, пойдем и будем собираться домой. Ну что, вот мы одеваем первые наряды нашей красавицы. Знаешь, что тебе нравится твое шикарное платье? А? Хе-хе. А, слушай, они лежат. Должны будут снять. Цветочек. Вот такая тут еще шапка рядом лежит. Вообще классно. Ну вот, при тем, как забирать мамочку и доченьку с больницы, я приехал сюда, чтобы помыть машину, сделать ее чистой-чистой. Так, машина оказалась на горизонте. Ну вот, приезжает наша чистенькая машинка. Сейчас ее протрут. Мы поедем за девчонками в больницу. Итак, мы установили карсид и едем встречать нашу Лялечку. Ура! Самый тут печальный ребенок Анастасия никак не может решить, кто будет ехать впереди с нашей Лялечкой. Ну, вперед за мамой. Ну вот и все. Да. Пойдем забирать. Давайте. Ура! Мамочка, Элечка, мы идем за вами. Ну что, идем. Ну что, последний раз заходим в палату, чтобы забрать нашу мамочку. Ура! Наступил этот день забирать нашу Лилечку. Да. Ну что, человек, домой. Едем домой. Ну что, вот это такое? Ты хочешь домой? Сегодня день рождения мы все желаем петь, Господом хваленье мы все хотим принять. Мы же или пожелаем много лет, чтобы Господь тебя хранил от всяких бед, от всяких бед. Наши или пожелаем много лет, чтобы Господь тебя хранил от всяких бед. А теперь на английском. Мамочка, мама, нам не может кусать этот торт. и я поздравляю моих девочек сладких мою мамочку которую люблю сильно и сильно за то что она такую девочку розовую подарила как розочку первый раз посадили в корсид ух это корсидская жизнь тебе еще сколько лет придется в корсиде ездить ну а сэма поздравляем так как он стал большой брат с этого дня он может уже ездить без корсито вообще если хочет но в целях безопасности всегда лучше с корсидом настя а тебя поздравляем что с этого дня теперь ты можешь ездить не в корсиде а в бустер сид так что все вот такие взрослые будем сейчас выходим что бог благословил нас все прошло замечательно никаких осложнений все тесты показали все отлично и мы можем ехать домой даже быстрее чем вы думали что поехали пока из больницы нельзя выходить без корсито поэтому ребенок сидит в корсито вот мы выходим идем пристегивать нашу элю вот спустя 57 часов приехали домой но не одни бабуля такая красивая прибытий дедка 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 ребенок золотой ура мы дома ура мама я теперь уроки сделала А ты все уроки сделала. Скорую обувь. О, скорую.